Продолжение следует... Продолжение следует... Ярко проявилось только что. Это очень простая вещь. Когда вы занимаетесь полевой работой, когда вы работаете с новым языком, вам неизвестным, то совершенно элементарные вещи требуются. Первое – это вообще уметь работать в поле. И второе – это, извините, быть образованным лингвистом хоть сколько-нибудь. Вот, по-моему, бедному Аверетту не повезло, у него не было ни первого условия, ни второго. Ну, в самом деле, когда шла речь о том, как глагольные формы соотносы и так далее, я, знаете ли, вспомнил такую ремарку, которая была в книжке по типологии, 1060-е, по-моему, годы, и в этой ремарке некоторые сведения о том, как он изучал полесские говоры, даёт покойный Сакетч Ревзин. Он, чтобы получить какую-то для него нужную вещь, какую-то форму, остановил по дороге местного жителя и спросил, а вот так можно сказать, я буду до церкви ходить? На что Селянин ответил, нет, нельзя. Хорошо, что Ревзин сообразил и спросил, а почему? Ответ был на всё воля Божия. Если бы он оставил на предыдущей стадии свой опрос, то мы бы обогатились некоторыми очень интересными вещами относительно грамматики полесских говоров. Это первое. И второе – это фонетика. Фонетика – вещь мне близкая. И, честно говоря, я был просто скандализован, когда я читал вот эти пассажи относительно фонетики, когда говорилось, что Эверетт случайно обнаружил тоны. Случайно обнаружил тоны. Ах, какая невидаль, там есть тоны. На самом деле, вот сидя здесь или стоя здесь, можно было бы предсказать, что там есть тоны. Почему? Ну, чистая эмпирика, наверное, больше языков с тонами, чем без тонов. Все китайско-тибетские и прочие-прочие языки, то, что я называю слоговыми языками, они все тональны. И это далеко не случайно. Почему? Да очень просто. Вот следующее обоснование. Это не очень просто. Но вот рассуждая, имея в руке тот материал, который мы имеем, что мы видим? Жёсткие ограничения на структуру слога. Это эмпирика. Вот почему это неизвестно. Но само по себе это эмпирика. Когда жёсткие ограничения на структуру слога, какое следствие? Элементарно совершенно слогу мало. Просто мало. Они не справляются, по-видимому, со своей задачей, используя вот этот инвентарь, выразить всё, немногое, даже то немногое, что не хотели бы выразить. Ну и есть, так сказать, хорошо известная технология. Что для этого нужно? Нужно вести в тоны. Ну, естественно, никто это сознательно не делает. Это в процессе эволюции там как-то делается. Но тренд именно в этом и заключается. Нужно ввести в тоны. Значит, когда вы имеете... Там такие есть вещи в некоторых китайских так называемых диалектах. Когда вы имеете там 150 примерно, 150 слогов, то умножим на 4, допустим, то вы получаете, ну, понятно, сколько слогов. Так что это элементарные вещи, элементарные вещи, которые просто не глядя, можно сказать, что вот так оно и должно быть. Здесь, вообще говоря, вообще говоря, не очень понятно, даже и проведя эту операцию, что получили пираха, потому что всё равно мало осталось. Хотя, опять-таки, неизвестно, никому неизвестно, какой должен быть баланс. Вот, в принципе, по-видимому. Вот я говорил, что вот не хватает, не хватает. А почему не хватает? Какой должен быть баланс? Есть некоторая система, ну, условно, конечно говоря, некоторая система семантическая, есть некоторая система фонологическая. И они должны каким-то определенным образом разумным соотноситься, чтобы покрыть потребности носителя языка. Вот, так сказать, провели эту операцию страшно сложную и получили систему. По-видимому, поскольку речь идет о том, что вот всё время там чего-то не хватает, по-видимому, и можно сказать о том, что это такой язык с минимальной фонологией. С минимальной фонологией. Ну, это, собственно говоря, поскольку нет достаточного материала для сравнения ни внутри языка, ни вокруг, так сказать. Неизвестно ни как это делалось, ни что сейчас. Но вот просто элементарное соображение, которое следует. Это, даже я бы сказал, что это не минимальная фонология, а это минимальная морфонология, потому что это фонологический способ оформлять грамматические величины. Но вот этот принцип, принцип минимализма, если угодно, он действительно на каждом шагу себя как-то проявляет. Вот я сказал о морфонологической минимизации. Есть, по-видимому, и синтаксическая минимизация. Вот здесь я приведу пример из старой довольно работы одного американского лингвиста, китайского происхождения. И он, если не считать одного еще там тоже малоизвестного, сербского лингвиста, он предлагает, он, бывший китайец, он предлагает трактовать синтактически, трактовать предложение Ивана, ну, на модельное предложение Иван дал Петру книгу для Марии следующим образом, Иван дал, и дал книгу, и книгу Петру, и дал для Марии. Вроде ничего не пропустил. То есть, иерархическое, во-первых, иерархическое соотношение здесь преображается в какое-то плоскостное, одноуровневое. Раз из всего синтаксиса оставлен один уровень, то это тоже проявляется как что-то связанное с минимизацией. Здесь предикаты иначе должны характеризоваться, все должно быть иначе, потому что, вот я уже сказал почему, все, что сколько-нибудь сложное, все вытягивается в цепочку. Об этом сегодня уже тоже говорили, не буду повторяться. Любопытно, что вот здесь мы можем видеть параллели с тем, что сам Хомский вводил в теорию на самой ранней стадии. Ну, вы помните, конечно же, что вводились так называемые ядерные предложения, их вводилось столько, сколько нужно было для данного предложения, а потом вводились generalized transformations. То есть, вот специальная трансформация, которая из этих мелких деталек конструкция сводила в одну какую-то конструкцию, которая уже имела в результате этих трансформаций свою структуру, свою иерархию. И что интересно, ну, не то чтобы сейчас, а в конце 90-х годов Хомский вернулся к этим же идеям, поменяв в сущности только терминологию, вместо generalized transformations, введя трансформацию, которая называется merge, то есть сливать, соединять. Вот это тоже уже так не хочется нагнетать де-эпологию Хомского, но на каждом шагу мы видим какие-то странные вещи. Хотя это логически, так сказать, не очень получается, но тем не менее хочу вспомнить вот те регистры, о которых уже шла речь, пять регистров. Но, во-первых, я сильно сомневаюсь, что они не приурочены к каким-то ситуациям социокультурным. Скорее всего, приурочены. И, во-вторых, я бы очень удивился, если бы я увидел двоих или услышал двоих-троих пираха, которые бы, ну, скажем, о квантовой физике размышляли. Вот это с очень узкими, узкими возможностями. Ну и, господи, что нам так дались уже вот эти там мычания и так далее и тому подобное. А есть еще язык барабанов. Ну, у пираха нет языка барабанов, потому что, по-видимому, нет барабанов. Вот Алексей Дмитриевич говорит про внешнее давление, да, про внешнее давление, которое есть фактор. Ну, я немножко перевираю сознательно. который есть фактор внутреннего развития системы, один из необходимых аспектов. Но, помимо всего прочего, эти несчастные пираха не могут испытывать в сущности никакого внешнего давления, которое повлияло на развитие, на эволюцию того, что делается за пределами этого внешнего давления. Потому что их никто не давит, если я правильно понимаю. Ну, спаивают потихонечку. Ну, это же само собой. конечно, нельзя не сказать хотя бы несколько слов про злосчастную рекорсию. Ну, во-первых, и здесь тоже надо вспомнить этапы развития Хомского генеративной теории. Дело в том, что вот то, что Хомский называет рекурсией, а еще пуще того, те, кто помимо Хомского называет рекурсией, на самом деле чаще всего имеют достаточно разные вещи. Вот опять-таки все помнят, что когда Хомский переходил вместе со своими последователями от самой-самой ранней теории к стандартной теории, то что там получалось, за счет чего этот переход осуществлялся? Вот если есть... А, есть, я вот, да, сейчас нарисую. все возбесные... Пока не только звучит профиль, но и смотрю, стоят. Дальше мы, как вы помните, вводим терминальную цепочку, а именно мы оставляем пустые места для ведения туда на сайте, ведения туда лексиан. Сейчас я все надо спорить. Петя ударил Васю. Вот все. Если вы дошли, вы прекратили процесс поражения на этом металле, все. Дальше уже еще сто лет на нас. И поэтому это и нужны ядерные структуры, что они собираются в пучки и получается, что мы умеем отражать и те глубинные структуры, которые соответствуют наборы. Как наборы этих глубинных структур. Но на этом на этом и так ли, что можно сделать, что сделал Комский. Васю Комский выбирает, отставляет снова символ предложения. И процесс начинает заново и до бесконечности. Вот что такое настоящая рекурсия, а не предаточные предложения и прочее. Ну и почему-то никто не говорит, что еще и потому рекурсия яйца воедино не стоит, что при любых трактовках и практиках вокруг рекурсии на каком-то этапе эта система перестает работать из чисто практических, прагматических соображений. Когда вы произвели ставку по третьему, четвертому, пятому, десятому разу, то вы все равно, что услышали эту фразу и не услышали. Вы не поймете. Опять-таки по совершенно элементарным причинам оперативной рабочей памяти не хватает для того, чтобы внести в нее такой объем информации, несмотря на то, что этот объем очень большой. Вот по крайней мере в моих примерах это объем однотипной информации. А если это будут разнородные вставки, то участь такого слушателя весьма и весьма незавидна. Поэтому рекурсия да, ну, для каких-то формальных задач. Машина, если будет этим заниматься машина, машине что? Машина, она и есть машина. И если там есть вообще какой-то смысл, то она будет аккуратно отображать в своих выходных данных. Но вот на то она и машина. Она умеет то, что мы не умеем, да и нам это и не надо. Это опять же из чисто практических соображений этого нет, потому что этого абсолютно не надо. Ну, конечно, еще несколько слов принцип непосредственного восприятия. Любопытно, что здесь усматривается некоторое, я бы сказал, противоречие. Получается так, что никакой собственности грамматики у Эверетта нет, но зато есть категория эвиденциальности. Ведь если есть категория эвиденциальности, это грамматическое кодирование именно того смысла, которое передается принципам непосредственного восприятия. Ножницы, с моей точки зрения, ножницы получаются, ведь грамматика и лексика вообще в принципе должны как-то дополнять друг друга. А тут в таких сложных случаях как раз они не согласованно работают. Не должно быть такого. Ну и еще я хочу, я там не договорил немножко, хочу вспомнить про разные регистры и еще пару примеров добавить. Вот опять-таки там есть свист, там есть мычание. Ну и что из этого? По-моему, это совершенно ничего. скажем, ну вот у тебя таберманских народностей есть такие экзотические меры времени, расстояния, деятельности, как, скажем, от этого селения до того селения расстояние в 10 трубок. Это значит, то расстояние, за которое человек выкурит 10 трубок. Есть расстояние в 10 криков. Я не знаю, есть ли такое опираха, но может быть есть, может быть нет. Но с моей точки зрения здесь главное, наверное, что интересно и что я уже чуть-чуть затронул, это почему такой ударный кулак? Почему собрались все эти в одном месте? Вот на этот вопрос у меня даже нет приблизительного ответа, но может быть я только повторю то же самое, сказавши, что изоляция, изоляционизм. Вот в условиях изоляции, наверное, как раз и возникает возникает вот застой такой. Вот ну застряли они на этой эволюционной лестнице. и по-видимому это действительно вот иначе быть не может. Иначе здесь быть не может. Ну я не знаю, что у меня со временем. Владимир Михайлович. Время еще примерно минуты. А, спасибо. Ну я надеюсь, что я уложусь. Вот здесь есть еще любопытные вещи, связанные с знаком в антогенезе и филогенезе. В общем, можно считать уже достаточно установленным, что когда ребенок осваивает язык, если у него на первых порах происходит пополнение словаря, то это не те же знаки, которые соответствуют ну как бы логически соответствуют знаком взрослого языка, уже потому, что сам знак при этом выступает как пучок признаков и наличие здесь как-то знак первого порядка знака, второго порядка не знаю, как это обозначить. Здесь этот знак воспринимается как компонент, то есть вот если мы говорим, что в детском языке есть такой знак как кошка, ну, наверное, как-то он преобразован фонетически, есть такой знак, то это означает, что это нечто четырехлапое, теплое, пушистое и кошка. Быть кошкой в данном случае всё равно, что быть пушистым. И соответственно, когда идёт дальше развитие языка, то вот более или менее приближающиеся к человеческим взрослым, точнее, знаком их оболочки материальные, они просто эмансипируются от знака. Они выходят за пределы знака и получается, собственно говоря, вот то самое двойное членение Мартинер, которое заслуженно знаменито. То есть, когда происходит эмансипация знака, то закрепляется зависимость такого рода. есть, если есть слово, ищи вещь, от которой это слово произошло. Но во взрослой речи, во взрослом использовании языка языка, это имеет тенденцию к тому, чтобы эта слиянность внешнего и внутреннего знака, чтобы она восстановилась. восстановилась. И больше всего, конечно, это восстановление происходит в таком общении, когда человек вообще в заводы суетного света он малодушно погружен, он чувствует, так сказать, все эти старые связи. И здесь получается вот такое, если есть вещь, должно быть и слово. То есть все связано со всем. Ну, а то, что есть вещь, что есть и слово, это не буду напоминать текстуально, старый анекдот про порочек Оржевского. Здесь это явно то, что можно было бы увидеть. Ну, и наконец еще под занавес не вредно вспомнить работы Лурия, а позднее Тульвиста и их сотрудников. Это работы, связанные с мышлением носителей традиционной культуры Средней Азии. Как вы помните, предлагалось им решать аристотельские силогизмы типа на новой земле, где всегда снег, медведи белые. Вот эти медведи живут на новой земле. Какого они цвета? Вот носитель традиционной культуры раздражается, говорит, я человек серьезный, я про то, что сам не видел, не буду говорить. Вот это тоже, это тоже, вместо того, чтобы обращаться к логике, вместо того, чтобы обращаться к содержанию большой посылки силогизма, все соединяется со всем. То есть здесь есть и логика, которой нет, здесь есть язык, который становится механическим, и нет вот этого разведения этих аспектов, о которых я сейчас говорил. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ